здравствуйте с вами николай пивненко в проекте дата 10 января на календаре сразу переходим к родившимся в этот день 1883 год в мир приходит алексей николаевич толстой писатель граф академик как его только не называли обладал несомненным талантом по мнению экспертов он писал самых разнообразных жанрах широкой популярностью пользовались его произведения детства никиты трилогия хождения по мукам исторический роман пётр первый да и кино сколько снимали по его работам кстати толстой стал одним из родоначальников советской фантастики давайте вспомним элиту и гиперполоид инженера гарина благодаря ему мы в конце концов узнали а буратино пускай он немножко пиноккио безусловно как считают историки фаворит сталина и молотова толстой слегка подвыпив бахвалился меня сталин любит 1945 год в этот мир приходит рот стюарт английский рок-певец появляется на свет российская актриса валентина теличкина некоторые события этого дня в москве в 1775 году на болотной площади проходит казнь казака емельяна пугачева да он выдавал себя за императора петра третьего вместе с пугачевым казнят еще четверых его товарищей вот их фамилии перфильев шигаев подуров тарнов жена софья дети а также вторая жена так называемая императрица устинья сослана навечно кекс кольм прости народ православный говорят это были последние слова пугачева 1863 год британский премьер-министр гладстон открывает первую секцию лондонской подземной железнодорожной системы от паддингтона до улицы фарингтон это всего шесть километров и может быть даже название улиц вам ничто не скажет но это было первое в мире линия метро или подземки 1975 год записывается первая передача что где когда на долгие годы это станет передача передач потому что сами придумали сами воплотили в жизнь и ни у кого не просили никаких патентов что где когда живет и сегодня и даст бог будет жить и дальше в 1992 году в россии отменяется так называемые фиксированные цены на хлеб и молоко связано это с тем что страна окончательно переходит на рынок правда немножко лихой народные приметы домочадцев день или рождественский мясоед так называется сегодняшний 10 января дата праздника выпадает на период когда русская православная церковь разрешают употреблять пищу мясо после длительного рождественского поста домочадцев потому что все дела по дому в этот день делались дружные сообща с этого дня начинается пора свадеб поскольку разрешается есть мясные блюда возможность накрыть богатый сытный стол тоже появляется а также в этот день способны сбываться заветные семейные желания но еще немножко примет если в этот день не дует ветер и не покрыл деревья год будет удачным урожайным воробьи весело зачирикали под вашей крышей вскоре наступит потепление также в домочадцев день соль отсырела к ненастью если в этот народный праздник заговорить соль и посыпать ее блюдо то год семье пройдет без ссор а сорок девятом году до нашей эры 10 января вопреки закону проконсул гайюлий цезарь с войском переходит через реку рубикон границу между собственной италии и римской провинции тезальпинская галлия и кричит жребий брошен начинается гражданская война в результате которой он овладевает римом и хоть событие это безусловно кровавое она дарит миру новое крылатое выражение на все времена перейти рубикон это тот самый момент когда мы должны принять такое решение которое не позволит нам вернуться назад при этом оно должно быть абсолютно верным и если у вас это получится то возможно вы станете императором императором своей счастливой жизни с вами был николай пивненко в проекте дата